всем привет дорогие друзья в Аланье опять вечер мы едем в кино что-то мы зачастили в это на этой неделе в кино но сначала заскочили за нашими любимыми дюрюмами в Аланье есть несколько мест и вот это вот одно из них где мы покупаем дюрюмы хатай усу дюрюмы они называются и в общем я сегодня сегодня было сегодня был очень тяжелый день поэтому у меня даже речь не связано давайте я вам покажу как делают эти дюрюмы и кстати здесь они дюрюмайран 6 лир самые самые вкусные дюрюмы в Аланье давайте пройдем посмотрим как же их делают есть куриные мясные дюрюмы и хатай усула дюрюмы вот видите вот на таких вот такие вот лепешки заворачивают особые лепешки в состав входит состав дюрюма входит курица курица картошка дальше идут огурцы соленые помидоры это не майонез это специальный соус и это тоже особый особый соус делают они сами вот так вот и делают хатай усу дюрюм заворачивают обычно в бумагу и в две бумажки мы забрали наши дюрюмчики и спешим в кино сегодня будем смотреть какой-то турецкий фильм называется айла вроде бы военный фильм айхан его очень хотел посмотреть ну и я заодно еще пару пару друзей его придет мы едем не по центральной улице а по двориком по параллельной центральной улице в общем здесь принципе ничего примечательного нет какие-то маленькие магазинчики мастерские какие-то частные лавки маленькие ресторанчики самое конечно интересное все в алане на центральной улице но здесь мы едем чтобы быстрее доехать чтобы не ждать светофоров вот такая вот собачка здесь есть кинотеатре я не знаю она огурец мало курицы здесь ну толстая да очень толстая собака очень сильно наверно кормят когда первая часть фильма закончилась просто потрясающий фильм называется айла если у вас будет возможность обязательно посмотрите этот фильм ну как я уже говорила в турецких кинотеатрах есть перерыв пятиминутный десятиминутный и сейчас я вам быстренько покажу как же выглядит кинотеатр на адам латаши он немного больше по моему здесь шесть-семь залов и но по крайней мере здесь показывают всегда больше фильмов чем в аланьюме здание не очень новое находится около а аквапарка сейчас я вам покажу как выглядит аквапарк в начале ноября в общем аквапарк конечно же уже закрыт но выглядит он вот таким вот образом как я уже говорила начало ноября ну в общем ничего интересного а как выглядит сам кинотеатр сейчас быстренько пробежимся посмотрим до начала фильма на салфин хороший да классно это адмиралы смотрела русская смотри адмирал тоже смотри очень давно уже снимали это я бы я слышала но я не смотрела очень интересно да но этот фильм вообще классно это фильм классно мне тоже я уже как в россии каждую неделю я ходил в кинотеатр постоянно постоянно постоянный клиент был этого так же центр был в Петровске постоянный клиент да какой город Ижевск всем кто в Ижевске привет привет так пойдемте дальше смотреть сколько здесь залов здесь сколько салонов видите 9 салонов в этом кинотеатре билет стоит 13 лир вот как раз вот этот вот фильм на этот фильм мы и пришли здесь небольшое фойе продаются продается вода всякие разные шоколадки можно поиграть но в общем помещение здесь не очень новое старое и наш фильм уже начался все фильм закончился это был просто невероятно эмоциональный фильм я плакала весь фильм весь зал плакал и когда фильм закончился даже никто не вставал до конца субтитров в общем смотрите в кинотеатре на дом латаши вот здесь видно его его вывеска сейчас идет про катя 6 фильмов и кстати также можно посмотреть фильмы какие идут фильмы можно посмотреть в интернете пишите и можно посмотреть какие идут фильмы мы с айханом уже ходили вот на эту комедию вот на эту комедию мы ходили ну спасибо 7 плюс хотя 7 плюс мне кажется все 18 плюс можно этому фильму ставить ну в общем обычной комедии и сегодня мы были вот на этом фильме кстати этот фильм он номинирован на Оскар 2017 фильм он номинирован на Оскар от Турции в общем друзья фильм просто невероятный вкратце расскажу вам в чем суть можете даже почитать в интернете но суть в том что во время корейской войны отправили турецких солдат и один из турецких солдат спас корейскую девочку потом ему нужно было возвращаться в Турцию девочку ему не отдали и только представьте через 50 лет они встретились причем эта история реальная на реальных событиях все это основано поэтому обязательно посмотрите этот фильм вот на улице уже достаточно прохладно плакали плакали в кино все шарфы весь зал ну это просто это первый раз в кинотеатре я вот честно побывала на таком фильме даже кстати Титаник так не впечатлял как этот фильм вот ну а мы поехали дальше пить кофе наверное в такую прохладную погоду вечером самое время для вкусного кофе мы решили не ехать и не пить кофе а поедем прям домой потому что как-то уж прохладно очень на мопеде ехать замерзли в общем поедем домой греться пить кофе дома ну а вы дорогие друзья обязательно ходите в кино мы часто ходим в кино кстати может быть ну раз в месяц точно и впервые вот такой вот классный фильм был ну а на сегодня мы с вами прощаемся ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал Селли подписывайтесь на канал да подписывайтесь подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх ставьте пальчики вверх комментируйте комментируйте ну в общем и все Всем всего хорошего Всем хорошего, пока-пока 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 Пока-пока